Всем привет! Меня должно быть слышно и видно. И сегодня мы начинаем наш первый вебинар из серии вебинаров от ЕПАН Украина. Я бы сказал конкретно от ЕПАН Харьков и Днепро. Поэтому давайте начнем. Первый доклад будет про SwiftUI архитектуры. И я бы сказал рассмотрение архитектур, которые будут возможны использоваться с SwiftUI первой версии, которая уже является production ready. Думаю, есть смысл кико хоть быстрее. Кто не успел подключиться, подключится чуть позже. Немножко расскажу про себя и почему я читаю этот доклад. Собственно, я занимаюсь software engineering уже больше 8 лет. И последние 4 года играю роль Team Vida, сотрудник архитектора, бюджет-координатора и так далее. Также я являюсь хедом IOS практики в Харькове и помогаю с IOS практикой по всей Ист-Украине. В Ист-Украину входят все восточные города Украины и немножко, я бы сказал, юго-восток. То есть это Суммы, Одесса, Харьков, Депро и так далее. SwiftUI использовал в продакшене больше 6 месяцев. Собственно, я был как раз первым человеком на проекте VIP, который и делал SwiftUI в продакшене. Я хендзон с IOS версия 6, то есть это приблизительно 2012 год. И я занимаюсь тем, что я постоянно с заказчиками обсуждаю мобильную специфику, специфику насчет мобильной архитектуры, салюшена и так далее и тому подобное. Насчет того, о чем я буду сегодня рассказывать. Сегодня я буду рассказывать про текущие ограничения SwiftUI первой версии и рассмотрю три вида архитектур, которые возможны для SwiftUI первой версии. Это компонентная архитектура, это архитектура MVMC, используя протокольный биндинг, и это архитектура MVMC, используя биндинг через Комбайн фреймворк. Ну и немножко их сравним, и у вас будет время на ваши вопросы и мои ответы. Давайте начнем с ограничений SwiftUI первой версии. Первый, я бы сказал, первая пачка ограничений, это ограничение реактивного программирования, которое SwiftUI вводит вместе с собой. То есть это значит, что очень много новых проперти в раппера, которые вводятся SwiftUI, это значит, что текущий код, который у вас есть, а в EPUM, я бы сказал, процентов 70 проектов, они заточены на то, чтобы работать с legacy кодом или работать с кодом, который переходит из Objective-C в SwiftUI, то есть так или иначе, все переходят из Objective-C в Swift, потом в UI кита, в SwiftUI. И тяжело будет SwiftUI подружить с текущим кодом. Существуют еще такие в раппере, как ObservedObject, EnvironmentObject, которые не могут быть опциональны, что опять же вводит большой ряд ограничений. И все Vue-модели, которые мы будем использовать, они должны наследовать ObservedObject. Это точно так же значит, что мы просто не можем взять какую-то текущую Vue-модель и использовать ее внутри SwiftUI Engine для отображения, потому что она должна конформировать ObservedObject. Второй пункт – это о том, что с реактивным подходом намного сложнее писать некоторые навигации и сложнее писать некоторые анимации. Но при этом реактивное программирование можно частично избежать и использовать классическое интерактивное. Ограничения с стороны зрения дизайна и имплементации SwiftUI. То есть я бы сказал, что в первой версии очень много проблем с тем, что у нас нет работы с фреймами. И, например, когда нам хочется заимплементить классический UX, который называется Scroll to TextField, когда ты клацаешь на TextField, это практически невозможно или это делается с плясками и бубном через UIKit. И обработка ScrollView как и офсетов, так и жестов на ScrollView усложнена. Это пофиксали в версии номер 2. По функциональности нет инфраструктуры ViewController, то есть это значит, что любая SwiftUI-ная влюха может использовать навигацию. Это значит, что мы таким образом нарушаем принцип роутера или принцип координатора. Из любого места навигировать в любое место – это божественная сила, которая не должна быть доступна большой части вашей архитектуры, и это точно должен заниматься роутер или координатор. Опять же, точно так же нет UI-респондер-чейн, нет Fullscreen Popover в первой версии, есть во второй, нет какого-то Multiline TextField и TextView, тоже в первой версии вроде как есть во второй, и нет Activity Indicator, тоже, например, чего нет в первой версии, то, что бриджится из UIKit. И третья проблема первой версии, я бы сказал, самая большая проблема была в том, что если ты делаешь какой-то H-Stack или V-Stack с большим количеством объектов, то они рендерятся сразу все, нет никакого реюза, и перформанс такого подхода очень-очень плохой, то есть для того, чтобы зарендерить в первый раз, оно приблизительно тратит около 5 секунд в зависимости от сложности ваших лиц. То есть 5 секунд для того, чтобы зарендерить таблицу в 10 тысяч объектов. Это вроде бы и немного, но с другой стороны, как юзер, вам неинтересно смотреть на все то, что находится вне экрана. Тоже проблема фиксается с тем, как вводится Lazy H-Stack и Lazy V-Stack с UI версией второй, но опять же мы вспоминаем, что production-grade версии, я бы сказал, тулов любых, мы подразумеваем только те тулы, которые поддерживают последние две версии. На данный момент это iOS 12 и iOS 14. А Suite UI первой версии как раз поддерживает эти две. И третий набор ограничений – это generic key и generic protocol. Из-за того, что вьюха – это generic protocol, это значит, что вьюхи могут быть только структурами. Можно попробовать final class, он скомпилируется, но крашится, и можно попробовать класс просто для вьюх, и он не скомпилируется. Identifiable protocol, на который тоже завязана очень большая часть логики по реюзу, по использованию каких-то повторяемых элементов UI, он тоже generic protocol. Это значит, что весь ваш уровень абстракции, где вы используете какие-то модели, которые должны быть identifiable, они становятся дженериками, и, соответственно, все, кто их использует, тоже становятся дженериками. И это порождает очень большой уровень, я бы сказал, усложнения того, что могло быть более простым. И поэтому можно использовать либо generic protocol для всего и быть, как это, confirmate так называемым protocol-oriented programming, который был за introduction, Apple, некоторое время назад. Или можно использовать базовые классы и наследования, что не рекомендуется Apple. И еще некоторые вьюги, которые предоставляются SDK, тоже являются generic структурами. То есть это значит, что для каких-то там, допустим, джунов, для каких-то стартующих инженеров, у которых не так много опыта, им нужно будет дополнительно от того, что они уже знают, допустим, там какой-то базовый Objective-C, базовый Swift, базовый UI-Kit, им еще нужно будет знать, что такое generики, что такое generic протоколы, что такое протоколы, как все это работает. То есть это повышает порог вхождения в платформу, в принципе. И еще один пункт, это о том, что если вы хотите сделать какую-то логику, которая использует такие размытые типы и не типы, безопасные типы, как Any, вам нужно использовать AnyView. Немножко про бенчмарк, с которым мы будем исследовать наши три архитектуры. Собственно, это типичная АТО, которую мы используем в Every Daylight, я бы сказал, то есть у нас около трех плюс страниц, где мы навигируем, у нас есть какой-то нетфоркинг, у нас есть какой-то лист-лайаут, есть какой-то компонент-лайаут, есть какой-то навигейшн-бар, есть какая-то валидация, есть какие-то юнит-тесты. То есть для примера, как бенчмарк-таск, я взял логин-сайнап-лол, который просто введет на один экран, на котором будет лист. Приблизительно так выглядит архитектурная диаграмма, если мы разделяем модули логически, то есть у нас есть какой-то логин-ор-сайнап-скрин, есть edit-name-email-скрин, есть create-confirm-пассворд-скрин, есть какой-то pick-tax-скрин и там есть какой-то fit-by-tax-скрин. Ну и, соответственно, стрелочками обозначены, я бы сказал, переходы между этими скринами. Метрики, которые мы будем использовать, это количество файлов, количество наименований и количество линий кода или строк кода. Тоже для всех трех архитектур были написаны три отдельных гитхаб-проекта, точнее, я бы сказал, это отдельный один гитхаб-репозиторий, но были написаны три проекта, по которым измерялось количество строк кода, количество деклараций и так далее и тому подобное. У них есть общие элементы, вот они находятся в папке command, это какой-то input field, какой-то error, какой-то loading view и какие-то муки для взаимодействия с сетью. взаимодействия с сетью реально не ведется, она ведется через таймер. Ну и давайте рассмотрим компонентную архитектуру. По факту только view и только модели. Как выглядит приблизительно типичный модуль компонентной архитектуры? Под логичным, то, что написано под логичным модулем, мы подразумеваем, я бы сказал, один скрин. В этом скрине есть какой-то root компонент и есть какие-то саб компоненты. И соответственно, в следующем логичном модуле точно так же есть root компоненты и какие-то саб компоненты. По факту компонент является функциональной сущностью, у него есть какие-то аргументы, у него есть какая-то логика, и выводит он в основном какой-то юзер-интерфейс. То есть логический модуль состоит из одного плюс компонента, нету красненьким отмечены, я бы сказал, типичные для этой архитектуры вещи, того, что нету четкого разделения бизнес-логики между компонентами, то, что роутинг может быть представлен на любом уровне этой архитектуры, то есть как мы видим здесь, например, сабкомпонент номер 2, роутит на root компонент номер 2, таким образом нарушая роутер или координатор паттера, если бы он у нас был. Опять же, когда мы делаем какие-то изменения для сабкомпонента, допустим, мы захотели изменить сабкомпонент номер 2, нам нужно пробросить все вот эти изменения через сабкомпонент номер 1 и через root компонент. Соответственно, так как у компонента есть аргументы, эти input аргументы нужно пробросить через всю цепочку. И я бы сказал, что практически все эти компоненты это вьюхи. Рассмотрим немножко кода, как выглядит типичная вьюха. Типичная вьюха выглядит приблизительно так. У вас есть какие-то стейты и у вас есть по факту какой-то боди, какие-то экшены, какая-то логика. Приблизительно так выглядит боди. По факту структура логин вью представляет себя все в одном. Тут и навигация, тут и UI, тут и какая-то логика, какие-то стейты, все подряд. какие-то экшен-хендлеры и так далее и тому подобное. Я чуть позже, точнее чуть-чуть позже, в конце презентации пошарю ссылку на GitHub. Можно будет ознакомиться абсолютно со всеми примерами, проверить соответствующие метрики реальности, посмотреть на то, как выглядят три подхода для SwiftUI. Ну и как это выглядит, выглядит приблизительно как-то так. Есть стейты, есть вьюха, есть логика, есть экшены и так далее. Все прямо в одном классе. Хоть оно использует какие-то саб-компоненты, допустим, как input field, это саб-компонент типичный. И допустим, то, о чем я говорил, для того, чтобы изменить компонент, вам нужно, допустим, если бы мы хотели в input field пробросить что-нибудь, допустим, добавить ему еще какую-то картиночку, вот эту глазика, через которую можно будет посмотреть на пароль, нам нужно было бы прокинуть ее сначала в login view, потом бы прокинуть в input field, только потом прокинуть конкретный имидж, который хайдится, он хайдится, или делать state для текст филда. По диаграмме классов это выглядит приблизительно так, очень маленькая диаграмма класса, у нас есть login view, edit basic info view, create password view, choose text view, post view, под эти все рутовые компоненты у нас еще какие-то код компоненты, еще какая-то внутренняя логика, модельки и надворки. я я сказал, что эта архитектура отлично подходит для каких-либо POC, которые вы делаете для чего-либо, что не приходится саппортить в продакшене долгое время, то есть написали, забыли и забили. По метрикам, что получилось у меня, получилось, что у нас приблизительно 629 строк всего, 12 наименований и 11 файлов, я бы сказал, это очень легковесная архитектура. Из плюсов самых больших два плюса, это в том, что вам не сильно многое нужно знать для того, чтобы ее использовать, то есть вам не нужно какие-то знать MVMC, Viper и так далее и тому подобное. Она точно так же выглядит, как и свифтовые туториалы, ну, то есть один в один. Очень маленькое количество строк кода, маленькое количество классов и файлов. Из плюсов декларативная навиграция на каждый модуль. Если у вас есть какой-то legacy код или legacy network layer, например, он может быть использован без каких-либо модификаций, вы просто вставляете и работает. И support превьюшек не занимает очень много времени. из минусов это то, что я уже говорил, мы миксуем логику для навигации, каких-то бизнес-правил, юзер-интерфейса, по факту нарушая соль. Работа с превью, когда вам нужно затестить некоторые стейты на превью, может заэффектить production код, то есть для этого нужно дополнительную логику делать, чтобы не заэффектить. В некоторых кейсах, я бы сказал, для того, чтобы заобретить в таком режиме, нужно использовать супер хорошие подходы, так называемые хаки. Ну и юнит-тестинг практически неприменим, можно использовать юнит-тестинг всего модуля, что по факту нарушает пирамиду тестирования, юнит-тестингом не является. Про протокольную архитектуру мы просматриваем MVVMC, если кто с ней не знаком, можете погуглить. Приблизительно как выглядит типичный MVVMC модуль, то есть под модулем опять же мы подразумеваем один скрин. Есть View, есть какая-то View-модель. View занимается тем, что отображает юнит-интерфейс, View-модель занимается тем, что содержит в себе всю бизнес-логику. Есть еще модель, которая является просто data representation. Навигация создания других модулей проходит на уровне координатора. Тут он розовым отмечен flow координатор. нету прямого коннекшена от View-модели на View, потому что SwiftUI это запрещает, потому что так как View-ха это структура, структура создается столько, сколько она рендерится на экране, то есть мы не можем захендлить текущую структуру. Мы можем захендлить только и estate, используя estate или adverable object. При этом хочу сказать, что допустим в UI-кете можно было прямо UI-вью просто себе в View-модель забиндить или UI-вью-контроллер и оно бы все работало просто потому, что оно использует классы. Как выглядит код? View-ха это generic структура, это сделано для того, чтобы можно было подсунуть любую View-модель, которая конформна к какому-то протоколу, по факту, то есть ты можешь подсунуть реальную View-модель или мог View-модель и таким образом протестировать какое-то поведение или сделать какой-то превью, которое тебе надо. Из плюсов View содержит только в логику отображения юзер-интерфейса. Все экшены, которые происходят от этого юзер-интерфейса, они делегированы на View-модуль. Здесь не видно, на следующем слайде наверное будет видно. здесь отлично видно например в том, что когда мы делаем баттон, экшен просто передаем ему колбэк или кложер на модель. То есть в модели есть кложер, мы просто передаем этот кложер и по факту сам экшен делегирован и он колется внутри модели. по View-модели приблизительно как выглядит View-модель. У нас есть протоколы, у нас есть по факту протокол View-модели и протокол делегата View-модели, если нам нужно делегировать какие-то экшены на координатах. Есть какие-то стейты, email, пароль и слой один или error. и есть декларация каких-то хендеров button-click и sign-up button-click. Точно также есть networking модуль, который задекларирован как протокол и делегат тоже задекларированный протокол. Как приблизительно это выглядит? Допустим, бизнес-логика функция Validate работает внутри View-модели. То есть все dependency заинжектены с помощью dependency injection метода протокольного и View-модель содержит в себе только бизнес-логику и больше ничего. Количество классов, которое получилось в имплементации, как мы видим, если сравнить это с первым подходом, получилось намного больше. Куча протоколов, делегатов, куча View-моделей, куча Mock-ов, Flow-coordinator и так далее. Сильно усложняет. И по метрикам, если мы посмотрим, получилось всего 1114 линий кода, 42 наименования, 23 файлов. Это приблизительно почти в два раза больше. Из плюсов этого подхода, этой архитектуры, то, что она полностью соответствует Solid, View занимается отображением UI, View-модель занимается бизнес-логикой, координатор занимается созданием флоу-навигации, Network занимается Network, Network-модели просто репрезентуют так. Очень легко затестить абсолютно на всех уровнях, то есть мы можем затестить на уровне Units, то есть сделать Unit-тест для каждого нашего класса, мы можем сделать Integration-тест для цепочки классов, сколько нам нужно, мы можем написать UI-тест. Например, Unit-тесты были недоступны в первой архитектуре. Приблизительно выглядит для ветеранов, я бы сказал, как старый добрый классический NGDMC, то есть это очень быстро ты начинаешь использовать эту архитектуру, если ты с ней раньше работал. И если ты используешь Legacy Network Layer, то нужно всего лишь добавить ему протокол, заинжектить его через протокол и таким образом он заработает опять же, как ты работал. И еще превьюхи не могут заафектить какую-либо продакшн-логику, потому что превьюхи и стейд превьюх он inject через моки и протоколы. Дальше, минусов, намного больше кода, намного больше количество наименований классов, структур и так далее. для того, чтобы саппортить превьюхи нужно создавать очень много моков. Для того, чтобы использовать роутер, я бы сказал, нужно написать его, потому что классических push-pop уже в SwiftUI нет. Vue является функцией стейта, это значит, что Vue модель не может иметь Vue интерфейс, задекларированный как протокол. То, о чем я говорил, что можно сделать в классическом UI-кете с этой архитектурой, нельзя сделать с SwiftUI. То есть можно только Vue стейт сепарировать, но это не сделает возможно то, что можно было сделать с SwiftUI. Ну и очевидно, по сравнению с компонентной архитектурой намного больше нужно понимать и знать для того, чтобы использовать эту архитектуру. Во-первых, нужно знать, как работает MVVMC, нужно знать, как работают протоколы, generic протоколы и так далее. И еще читать намного больше кода, чем раньше. И давайте тоже рассмотрим реактивную архитектуру. Это MVVMC с реактивным биннингом. Приблизительно так выглядит типичный реактивный MVVMC модуль. Что у нас есть? У нас есть опять же ViewModel и ViewModel. По факту ViewModel занимается опять же бизнес-логикой, ViewH занимается отображением, Model просто репрезентует нам какие-то данные. При этом добавляется еще два entity это VMState и VMEvent. По факту ViewH становится функцией от VMState и ViewModel функция от VMEvent. И таким образом мы получаем закрытый круг интеракции. я бы сказал опять же навигация и создание каких-то модулей все так же делается на уровне координатора. Как мы видим здесь намного меньше entity, намного меньше протоколов, но появляется еще реактивный фасад для нетворкинга. Приблизительно как это выглядит? Что мы здесь можем увидеть? Первое то, что View хранит какой-то internal state. Допустим, email и пароль это internal state и этот internal state хранится внутри View, но не внутри ViewModel. И по факту любая ViewHа это будет большой такой StateView, как здесь например StateView и StateIdle, StateLoading, Error и Navigating. То есть если ViewModel меня стейт, соответственно на ViewHа меняется стейт, соответственно отображается новый UI. И опять же здесь мы можем увидеть например на примере функции onAppear мы просто ViewModel мы не дергаем никаких полбеков, никаких экшенов, мы просто отправляем ивенты. И ивенты с параметром. Да, то, о чем я говорил, что View просто отправляет ивенты, на примере ErrorView и на примере DefaultView. То есть все экшены на кнопке это ивенты, все там какие-то callback это ивенты и так далее. Как выглядит ViewModel? Во ViewModel нет Internal State ивенты ивенты если сравнить с VVMC протокольным. У нас есть Store и у нас есть Input и State. Есть как только Internal State. Есть два инома это State и Event. State это какой State и какой Event. ивент. И то, о чем я говорил, что ViewModel по факту является просто функцией от Input. и вся бизнес-логика написана в таком большом Stream Resolver. Есть какой-то фильтр, есть какой-то Stream обработчик и допустим вот если у нас есть какой-то Event OnAppear мы делаем какой-то State. Если у нас нажата кнопка мы делаем еще какую-то логику. Если еще одна кнопка еще какая-то логика. Из плюсов этого подхода я бы сказал это то, что вся бизнес-логика написана в декларативном стиле. Частично бывает легче читать. Но это тоже является в свою очередь таким лимитейшеном частично. По количеству классов и наименований не так много как в MVVMC. И по метрикам кода опять же по количеству кода мы видим приблизительно такое же количество кода хоть и наименований немного меньше. То есть 1194 строки приблизительно 20 наименований и 18 файлов. Из плюсов. Плюсы в том, что логика разделена по компонентам. есть четкое разделение по U-State и Events. Есть декларативный стиль бизнес-логики, который проще читать в некоторых кейсах. Есть уменьшенное количество наименований, это значит скорее всего более быстрая компиляция проекта. можно тестировать бизнес-логику, если ты делаешь Event на State Mapping, по факту ты тестируешь этот мартинг, но при этом твой роутер не усложняется, как это в MVMC и превьюхи очень легко поддерживать, потому что если у вас есть какой-то стейп, вы просто задаете этой превьюхе стейп и превьюхе показывает бизнес-логику. По минусам у нас 70% увеличенное количество кода по сравнению с компонентной архитектурой, приблизительно такое же количество строк кода сравнимо с протокольной архитектурой, но при этом если вы пытаетесь мимикрировать под старую добрую логику с поп-бэк, вам нужно дополнительные действия делать, потому что в SwiftUI вот этот он опиран и дисапир он работает не совсем так, как это работает в URKTA, вам нужно дополнительный стейт-менеджмент делать, если у вас такой роутерик у меня входит. Я бы сказал, что иногда стейт-менеджмент становится очень нетривиальным, стейт-менеджментом, то есть в императивном программировании очень легко описать сценарий, я как юзер захожу туда, нажимаю то, делаю то, и при этом стейт у вас любого вашего экшена сохраняется с предыдущего, и все к этому привыкли. в реактивщине бывает так, что там у вас меняется какой-то internal state, у вас есть какой-то промежуточный стейт между двумя стейтами, и это порождает количество багов, это значит, что нужно больше developer testing, больше user testing. Получается намного больше порог вхождения, просто потому, что кроме того, что надо знать VMC, надо знать SwiftUI, вам еще нужно понимать, как работает реактивщина, реактивщина это совсем другое программирование, на это нужно больше времени, чем просто выучить протоколы и generic протоколы. Ну, и без привязки к event и стейтам можно создать просто максимальный хаос и зафейлить его контроль, то есть вы создаете вьюху, у которой миллион каких-то ивентов, миллион ивент бассов, непонятно, что куда отправляется, где-то обработчик есть локальном файле, где-то обработчик в модели, где-то обработчик в глобальном файле, и это порождает огромный беспорядок, который порождает большое количество бассов. файле, и если мы используем какой-то legacy networking layer, нам нужно сделать дополнительный фасад, который будет реактивно работать, по факту это реактивная обертка. Summary. Вот так выглядят линки на GitHub. Пожалуйста, можете сканировать кивер вашим айфоном и любым другим телефоном. Или можете просто запомнить, как выглядит линка на GitHub, я еще запощу ее в чат, для того, чтобы ее было легко найти, можете посмотреть примеры всех кодов, которые там есть. Это один репозиторий, три отдельные папки, которые так и называются компонент, протокол и реакция. Вот. И что мы можем здесь сравнить? Приблизительно так выглядит сравнительно таблица. Вот. Если сравнивать зеленые хорошо, красные это плохо, желтенькое это средненькое. Я бы сказал, что здесь самой такой зеленой аппетитуры является компонентной, потому что она простая, но то, о чем я говорил, она не поддерживает для больших проектов. И для больших проектов у нас есть два выхода. Это протокольное или реактивное. При этом реактивное очень сложное, то есть если у вас какой-то проект, где какое-то количество работает, не экспириенсы разработчиков, лучше использовать протоколы. но с другой стороны, у реактивщины есть свое применение, она применяется для каких-то юзер экспириенсов, которые являются асинхронными. Например, у вас есть чат, в чате куча ивентов, куча месседжей, допустим, есть чат-боты, которые какое-то время отсылают, всю эту логику можно изобразить в один ивент скорее. Но при этом не нужно никогда пытаться реактивщину натянуть на стандартный просто iPhone User Experience, который можно сделать с помощью декларативщины, потому что бездумно используя реактивное Pro Edge, вы создаете большое количество багов. Ну, или создадите скорее всего. Вот. И настало время, наверное, для вопросов и ответов. Передаю слово Дмитрию. Дмитрий, может, есть какие-нибудь вопросы? Спасибо, Илья, за презентацию большое. Да, есть парочка вопросов. Первый из них задал Александр Боев, и он идет так. Почему не заменить координатор на реактивный подход, чтобы каждый экран был отдельным стейтом? Реактивный подход, я бы сказал, является архитектура Flux и Redux. но она тоже имеет свои минуса, о которых я здесь не рассказывал, и это может быть неплохой темой для следующей лекции, для следующего вебинара, но я бы сказал, она хорошо работает, когда вы делаете какое-то приложение типичное, но когда вы хотите сделать набор изолированных и переиспользованных компонент, которые в основном делаются на больших enterprise проектах, большие enterprise проекты, это проекты, где допустим есть более 150 экранов и более 50 разных user flow, это кодовая база приблизительно начиная от 50 тысяч строк, если у вас есть приложение на 50 тысяч строк, в котором 50 тысяч строк это именно ваш код, который является кодом юзер интерфейса, бизнес логикой, а не серт парти, то это значит, что вы делаете enterprise мобильное приложение, и в таком enterprise мобильное приложение Flux и Redux имеют большой минус в том, что они имеют неизолированность. Спасибо. Обязательно так, наверное, выглядит мой ответ. Второй вопрос. Расскажи плюс поподробнее, что из себя представляет координатор, задал Олег Кононов. можно посмотреть в коде, который я скинул на GitHub, координатор представляет из себя entity, которая собирает модуль в кучу, он по факту создает вьюху, создает вьюмодель, создает какие-то модели, все это мапит, и он занимается просто тем, что делает навигацию. Если есть какая-то одна вьюха и есть другая вьюха, то они навигируются не используя навигейшн линк, а используя координатор. Спасибо большое за ответ. И последний вопрос от Александра Исаева. Как часто планируете делать подобные вебинары? Ну, так как это первый, я бы сказал, посмотрим, как пойдет, но приблизительно не менее одного раза в полгода, то есть это два раза в год, я бы сказал, что-то около 2-4 раза в год. спасибо за вопрос, и пока ты отвечал на этот вопрос, появился еще один. Это Анатолия Литвиненко. Добрый день, мне кажется, последняя архитектура похожа на недофлюкс, потому и возникает часть проблем. Но я бы сказал, что существует все-таки принципиальная разница между MVMC и Flux. Не хотел бы сейчас читать отдельную лекцию о том, в чем разница и почему они выглядят так. В реактивщине я бы сказал тоже все выглядит как недофлюкс. что угодно, если ты будешь даже компонентную реактивщину делать, это будет недофлюкс. Спасибо. Также вижу, что у Александра Несинова поднята рука. Предлагаю его сейчас размьютить, чтобы он задал свой вопрос, потому что во вкладке questions его вопроса не было. Александр, вам слово. Александр, только вы самостоятельно замьют, да вам нужно сперва размьют аться. И, возможно, если вы используете Mac, вам нужно дать больше пермишин для года вебинара, чтобы иметь доступ к микрофону. я бы сказал, альтернативный способ просто написать вопрос в чат. Александр опустил руку, возможно, вопрос исчез. я бы сказал, что если у кого-то еще появятся вопросы, можно писать issue с pull request на гитхабе, почему брейнят, и, если что, можно найти меня в линкедыне и писать в линкедыне. о », deixar линкедыне спRO в �21 использовать несколько м и fuerza пост olph сум сохраняем… Продолжение следует...